Здравствуйте! Уже помогли! Здравствуйте! Сергей Крехня зовут. Привет! Мы отдыхаем. Сегодня выходной. Ну а почему ваш интерес? Ну мало ли вы тут остановились, я вас подошел просто поинтересоваться. Я вас подошел поинтересоваться. Может вам какая-то помощь нужна? Нет, спасибо. Вам нужна помощь? Понятно, вам нужна какая-то помощь? Нет, не надо. Если надо, будет к вам обратиться. Майский район. Вы прикомандирован или местный? Я не прикомандирован, я с Майского. Вы знаете хорошо свое подразделение? Отлично. Вы знаете такого человека, который обидел нашего товарища? Слышал, да. У вас разбора не было? Я не интересуюсь этими делами просто. Да вы что? Вы вполне допускаете, что это нормально? Я не допускаю, что это нормально. Я просто не интересуюсь этим делом. Как оно там протекает, я не интересуюсь. Как? Это вот зря вы не интересуюсь. Потому что это в принципе дело каждого. В том числе и ваше. Почему? Потому что у каждого человека гарантирована по конституции нашей Родины неприкосновенность. Я знаю. Почему? Я его не оправдываю. Я его не оправдываю. Я его не оправдываю. Меня спросили, как протекает дело. Я не интересуюсь. А должны сами, примерно, абсолютно примерно для других осуждать этот поступок? Это не поступок, а преступление. Меня спросили, как протекает это дело. Что-то происходит. Я спросил, что я не интересуюсь. Я не интересуюсь. Совсем это не интересно, да? То, что человека побили, да? Знаете слово не интересуюсь и неинтересно? Это разные два слова. Правильно же? Не интересуетесь. Ну, страдать будете из-за него вы, в нашем присутствии. Конечно. Это ж по чью душу. Народ собрался. Страдать будете? Пожалуйста. Выбирайте, пожалуйста, выражение. А какое выражение? Страдать. В чем я страдать буду? Ну, в нашем присутствии. Я ж так и сказал. А я страдаю при этом? Что буду присутствовать? Ну, не страдайте. Ради Бога. Ну, все и не страдайте. Зачем? Вы же помогаем. Уйти. А что? Я что-то неправильно выбрал. Слово. Слово страдать. И соблюдать законность в этой стране. Страдать нашим присутствием? Я что-то неправильно говорю сейчас. А я буду страдать, что вы присутствуете? Я страдаю. Я совершенно от этого не страдаю. Ради Бога, стойте только. Заткните здесь. Мы же с вами одну делаем. Правильно? Пытаемся вести порядок страны. Правильно? Конечно. Попустим законность. Правильно? Да-да, все верно. Все равно, как закон? Естественно. Если человек обременен властью, он или вот это... Не дает ему права никакого... Это отягчающее обстоятельство тем, что он приступает закон. Не дает ему права никакого. Я считаю, что это отягчающее обстоятельство. Так как, в принципе, при этом, на потеяние человек противостоять сразу не может, да? Или надо сразу, в принципе, проговориться. Я считаю, да. Вот напал полицейский на меня. Он мне что делать? Напал. Что напал? Что напал? Устану людей, я жалю. А если... Как нету? Как нету? Чуть не убил человека? Покалечил. Возможно убить, нет. Что? Он сильно покалечил? При ударе в голову возможно человек? Конечно, возможно. У меня как-то получается, в принципе, было покушение на убийство, логично. Но что мне делать, если будет такое покушение? Звать на помощь окружающих. Каких окружающих, которых тоже потом закроют? Вы сказали, что вы этим не интересуетесь. Я сказал, не интересуюсь именно этим делом, как оно протекает. Какая разница вот в этом деле или в другом? Я же говорю, такое же дело будет на противоположения. Я же не обязан интересоваться, это не мое дело. Я же вас спрашиваю, вы на чьей стороне, на стороне закона. Человека, которая приступила над законом, являясь сотрудником полиции. Если бы я не на стороне закона, я, наверное, здесь не работал, правильно? Если бы я здесь работаю, то я тоже заражаю. Почему он тут рассчитывал, чтобы он там забрал какие-то заявления? Вот это я вам не могу сказать, я просто этого не спрошу. Ну вот как вы считаете? Да, сильно. Да, сильно. Просто даже если бы был достаточно сильный, да, в принципе, это уже, я считаю, сильно пострадал. Нет, я, конечно, это любой, любой. Сейчас объясню почему, например, если бы меня, значит, по сильному нападению, я разумею, вообще, в принципе, в полиции нет, я уже не сомневаюсь, вот из-за этого случая. Из-за этого случая. Авторитет полиции пострадал? И доверие к нему пропадает. Пострадал авторитет полиции? Ну да. Вы являетесь полицейским? Ну форму, я видел. Тебя спрашивают? Ну, конечно, являюсь. Понятно, ваш авторитет пострадал? Пострадал. А вы не интересуетесь, как так? Это нелогично. Вам все равно, что ли? Я не обязан интересоваться. Как я? Обязанный? Обязанный, именно обязан. Ваш авторитет пострадал, вы только что это выяснили. Это по-человечески я могу поинтересоваться. В чем тут? Не по-человечески, а как должно справиться, как полицейские обязаны этим интересоваться. А вас это не прописывают. Не прописывают, что должен интересоваться в полиции. Кажири о полиции, обязаны соблюдать законность. Я соблюдаю законность. Я соблюдаю законность. Вы требуете соблюдение от всех остальных. И там не написано, что если вот он гражданин от него требовать, А если он просто полицай с ружьем там с куринотом, то от него, значит, не надо требовать соблюдения законности. Как это так? Нельзя. Либо вы соблюдаете законность, Либо вы не соблюдаете. Нельзя быть наполовину беременным. Вы понимаете, нет? Все логично. Разве нет? Логично. Вот видите, а вы говорите, не интересуетесь. А мы только что с вами пришли к выводу, что ваш авторитет пострадал. Вам не интересен ваш авторитет? Я лично. Как лично? Прежде всего вы сотрудник полиции. Личный авторитет недостаточно. Нет, недостаточно. Хорошо, я вас понял. Я буду работать здесь. Хорошо. Я стану обозначить без проблем. Вот скажите, пожалуйста, вы так же же будете поступать, как ваш коллега поступил? Или вот как? Нет, конечно. Не будете? Нет. То есть вы согласны, да, что это не нормально? Я здесь скучил, я могу примять соответствующие законы. Соответствующие законы. Соответствующие законы я могу примять. Ну, а ваши сотрудники, ваши коллеги, они догадуются, что предполагают сейчас, после вот этого нашего посещения, что так делать больше нельзя? Да я думаю, они после этого случая уже поняли, и они до этого должны были знать, что так делать нельзя. Ну, а почему это происходит в вашем подразделении? Почему в других подразделениях такое не происходит? Вы вместе служите, вы как? Вы друг друга не видите, вы друг друга не замечаете, вы не делаете друг другу каких-либо замечаний. Почему такое в вашем подразделении происходит? Не могу я вам ответить на этот вопрос. Вы служите в этом подразделении? Да, я служу. И не можете на этот вопрос ответить? Я за него, я не могу ответить, почему он так поступил. Вы каждый сам за себя, что ли? Я каждый сам за себя, но в данном случае я не могу ответить на этот вопрос. Почему он так поступил? Я не знаю, достаточно ли? Если бы я мог пояснить вам, я бы пояснил. Есть еще вопросы? Хотелось бы, чтобы такого никогда в вашем подразделении не было. Я думаю, что это не то, что в подразделении, а вообще во всей полиции. Вы в курсе, что это уже не первый раз в городе прохладном, в Майском происходит? Вы в курсе об этом? Это не наше подразделение, а в Майском первый раз, по-моему, такой случай произошел. Вообще в Кабардино-Балкарии это не первый случай. Так почему эти случаи повторяются? Я вам не могу на этот вопрос ответить. То есть каждый сам за себя. Мне неинтересно, мне тоже неинтересно. Я говорю по данному факту, я на данный вопрос не могу ответить. А если в следующий раз будете вы на этом месте, тогда как бы? Вот вы будете в следующий раз на этом месте, тогда как быть? На каком, на чьем месте? А вот это не первый случай. Это раз повторилось, второе повторилось, а где факт того, что вы этого в следующий раз не повторите? Где этот факт? Кто знает? Никто не знает. Это не первый раз повторяется. Кто не знает? Но я за себя знаю, что я так не сделаю. Но если вы будете так каждый за себя вот так вот стоять, мне это неинтересно, мне это неизвестно, мне это не нужно. Если вы так будете это делать, у вас это никогда не кончится. Почему этот человек получает угрозы? Почему? Вместо того, чтобы ему чем-то помочь, полицейские ему угрожают. Откуда это у вас? В вашем подразделении. Ага, видно. Очень хорошо хочет кто-нибудь. Приезжал к нему домой. И после этого были угрозы. Оказать, что я слышал, я с ним никогда не приезжал. Я говорю, что с ним никогда не приезжал. А вы типа удивились, да? Как будто такого не было раньше. Не слышали, да, раньше не было такого? Что оказывается прессинг на пострадавших? Да, пусть прессинг. Первый раз? Я же вам уже три раза это повторю. Слово специального сотрудника полиции. Я вам это уже три раза повторю. Вы или не слышите меня, или не хотите слышать. Вы думаете, вам кто-то поверит? Да, это ваше желание. Хотите верьте, хотите нет. Я вас не буду убежать ни в чем. Может быть, вы не поверили или еще что-то. Почему вы в коллективе не работаете? Мы работаем в коллективе. Ну так проводите коллективную работу, чтобы в вашем подразделении такого больше не происходило. Да, не возглавляйте. Вот работайте, а мы вам поможем. Сударь, да? Да. Сударь, да? Сударь, да? Не вам никого. Сударь, да? Продолжение следует...